Как-то раз мы сидели у одного из наших шейхов на уроке, Тафсир проходили, и шейх приводит о том, что, то есть, была тема у нас о том, что большинство обитателей огня будет женщиной, как пришло это в достоверном хадисе от послания Калифиса. И один брат подумал, говорит, шейх, ну, говорит, так же получается и в обитателе рай больше всего будет женщин. Он задумался, говорит, а почему ты, говорит, так решил? Ну, говорит, у каждого будет как минимум две жены. Шейх посмеялся, говорит, это, говорит, гури, если ты где-то гури здесь, найдешь, скажи мне, говорит, я поеду туда, обязательно. Вместе с тем, что то, что сказал брат, правильно, и это то, что говорил Ибн Бас, тоже шейх Ибн Бас, также говорил, и это действительно то, на что указ каждого человека, будут его жены и так далее, будут в раю, и так же будут гури и так далее. То есть, женщины как будет больше всего в раю, так и больше всего в огне. Но именно из тех женщин, которые жили на этом свете, послание Калифиса Ратсам, сказал, что большинство из них будет в огне, и это, субхана, то, что должно заставлять человека бояться, субхана. Не то, что люди должны думать, что вот шовинистский ваш ислам, только о мужиках, и думайте, а почему про мужиков не говорят, почему только про женщин и так далее. Субхана, вот удивительно, вот ты вот так вот бьешь человека по голове, пытаешься, как говорится, то есть вбить в него, побоися Всевышнего Аллаха, не будь из числа этого. Он говорит, не говорит о том, что, субхана, представь себе, Аллах говорит, что такая фитна для меня, значит, мне нужно еще больше думать, переживать за себя и бояться огня. Нет, она не этот путь выбирает. Она выбирает путь что? Все вокруг виноваты. Вот ты с этим путем, все вокруг виноваты, и пойдешь в огонь. И, то есть, как Аллах, субхану, дали, сказал, но, то есть, слово, которое пообещало Аллах, субхану, дали, слово истины, что, то есть, будет непременно вкус, это не свое наказание, будет оно, субхану, явлено. Аллаху муста, Аллаху муста, просим Аллаху, субхану, дали, исправить нас и наши семьи.